Жень, первый мой вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, с чего вообще началось твое занятие музыкой? Как ты вообще вошел в эту сферу и кто-либо, что вообще на тебя повлияло? Слушай, ну началось все довольно давно, еще в какие-то времена такие школьные, музыка всегда была со мной, всегда звучала у меня в голове, я постоянно что-то наигрывал, там лет в 10 я там попытался уже сесть на пианино, но я занимался на пианино с преподавателем фортепиано, вот там даже какие-то сольфеджио, там еще что-то. У меня незаконченное музыкальное образование, я подцепил какие-то что-то, что я двумя руками могу играть, это вот оттуда, потом все это забылось, я надолго забыл об этом. Лет в 15 просто начала музыка в голове звучать и появилась потребность ее играть, потому что пока ее не сыграешь, она меня не отпускала. Это такой какой-то момент такой сообразный, то есть что настолько вот уже просто вот она по кругу крутилась у меня в голове, я вот нашел в себе такой момент, что если я ее начинал играть, она как будто переходила на инструмент и переставала меня доставать. В итоге с этого все началось. Потом пошли какие-то тексты в голове, то есть какие-то еще что-то, то есть начали писать песни пытаться, да, то есть не то, что пытаться, они просто писались и все. То есть это видимо какой-то дар свыше, потому что он неуправляем до сих пор. То есть это невозможно этим управлять, это просто приходит в голове и сразу все и понеслась. Но как это превратилось вообще в клубную историю? Я до лет 16-15 я слушал такой тяжелый рок-металл, там группа Кретор, там, ну там, конечно, там Ария того времени, то есть группа Мастер, я помню. Это просто вообще, то есть я заслушал фото в плеере с кассетами, такие были, вот, мыльницы. Перемодал кассеты, да, там облизал вот эти. Это вообще, слушай, там, да, я всегда, очень, это прикол, что эти вот кассеты Коника, я помню, значит, которые очень хорошо жували эти плееры. Я все время говорю, что это самые вкусные кассеты, потому что их все время жуют любые плееры. Вот, и как-то у меня был такой приятель, он был неформал, как он себя называл, стал хорошим программистом в итоге. Ходил с длинными волосами, и он меня как-то потащил в одно место, мне было 15 лет, и в наше время представить себе, что в 15 лет в центре можно притащить, как у ребят в клуб, да, сейчас это нереально, да, то есть. А в то время, это время такое было, что вот если у тебя в клубе, например, то есть свои были какие-то промоутеры знакомые, то, в принципе, можно было и в любом возрасте попасть, мне кажется. Я попал в клуб, которое легендарное место, в Москве было, если не ошибаюсь, 4 или 5 клубов на тот момент, это был клуб Эрмитаж, где, собственно говоря, там столько легенд, это был 94-й год, если не я ошибаюсь, 95-й, или что-нибудь, черт, я уже запутался чуть-чуть. Я попал сразу на вечеринку, где выступал, значит, вторым-вторым выступал Женя Груф, который играл Happy Hardcore с джанглом, переходы, то есть это просто, перед этим играл парень джангл, то есть был сначала хаос, такой был DJ Blast, никогда не забуду DJ Blast, значит, потом играл DJ Dead, или Dead, кажется, его звали, Костя, это чувак, у которого сумасшедшее количество было, именно пластинок джангла, и он был фанат джангла, я знаю, что он мотался тогда в Лондон, это для нас это было сумасшедшее время, то есть в то время, что человек, ну, это в Лондон, то есть это просто он какой-то небожитель был, то есть, но он очень крутую музыку играл, и это вот все в первую очеринку, можете представить, хаос, джангл, хэппи хардкор, джанглом, Груф, я Груф увидел, вживую я вообще не знал, кто это, я слышал что-то там, вот, и не помню, кто это закончил, но так получилось, что Груф я вообще смотрел, из-за него, то есть у меня там, я просто когда увидел вот это, что происходит, меня провели чуть наверх, и я просто сидел и тупо смотрел, что он делает руками, я могу сказать, что вот как диджей, он просто, ну, как Бог вообще, то есть, как он работал руками, я вообще не понимаю, как он сейчас работает без винила, мне вообще непонятно, потому что он Бог просто в плане игры, на вот, как он, что он творил, в то время, мне кажется, вообще никто не умел так делать, то есть это невозможно передать это надо было видеть это надо было слышать тогда к сожалению возможно не написали миксы то есть я тогда осознал что я хочу это вот просто я это все хочу то есть я уснул в итоге на колонке потом ехал домой в метро мне в голове все это крутилось как кому-то у меня плеер в голове играл я и с этого момента тяжелую руку куда-то вообще пропал на и жизнь и да и все я начал ходить в детерментаж и то есть я начал впитывать это все в себя и когда 18 лет мне не взяли в армию к сожалению или к счастью я уже не знаю там так получилось чем я шел все направлено в армию мне не взяли а все кто шел со мной и косили и все взяли это будет парадокс моей жизни всегда вот я когда пришел домой и понял что я в армии не иду я сел телевизор на канал тв6 тогда был такой а там сидит и дженни гроуф и вещает о том что вот торчет по себя рассказать я сижу говорю так это знак дальше я буквально дня двух я по станции трава станция 168 м станция легендарная я слушаю объявление идет набор вот и все я общем это мама помогла нашли 300 долларов за меня сумасшедшие деньги вот я попал в школу финиста и вот эта школа финиста она принципе стал толчком потому что вот весь этот нашел бизнес все вот эти мои вот то что началось дальше это все началось со школы финиста потому что там вот эти ниточки а просто эти ниточки взял и начал за каждую ниточку дергать в итоге я пошел 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 в итоге все это привело к тому что вся моя жизнь связана собственно для творчества как-то выбирала стиль музыки в котором ты будешь слушай вообще менялся как-то начал я естественно мне меня переклинило я начал хотеть тоже диграть джангл начал собирать эти пластинки промучился я какое-то время потом пришел финист искал папа финист это папа для многих диджеев хорошо сказал слава уже ничего не понимаю он не сказал а что ты играешь я беру я джангл играю сказал он сказал старый парень хочешь продвигаться играй house все то есть ты ключевой в тот момент персонаж моей жизни я до сих пор тепло его вспоминаю он такой закрытый но как-то вместе всегда очень теплые связанные чувства в чек с которым грубо говоря меня вот за счет его школы я вот пришел рассказать эту историю я сразу не стал вот так у меня не пошло с карьерой я начал там что-то что-то не делал там какие-то мероприятия организовывал не сразу потянуло там больше кит концерты и лет с 20 я вот только и занимаюсь что все около то есть я проигрывал но мне не было такое прям я был какой-то взлет быстренький такой я поездил по гастролям помотался там да что-то поиграл об и потом как-то я ушел именно в организационную историю то есть да именно концерты мероприятия тусовки и панеры где я просто там поигрывал как бы сам это все организовывал вот а вот уже ближе когда вот я уже там напрыгался на обламывался на каких-то моментах связанных с бизнесом когда я сознал что все-таки бизнесмен из меня то есть не очень грубо говоря то есть мне это не так интересно я мог зажечь то есть что-то очень быстро сам я мог собрать очень быстро мозаику в плане что-то создать и мне очень быстро становилось скучно вот мы сделали в свое время грянцевый журнал мы сделали вот так вот на то есть произошла ситуация мы собрали мозаику молниеносным там с человеком со одним и сделали реально глянцевый журнал 80 полос не сдавали где-то полтора года в какой-то момент просто не надоело ему надоело это тяжело на самом деле особенно без каких-то сумму то есть это сумасшедшие деньги на самом деле как два пацана на пустом месте создали журнал это вообще можно книгу написать на уровне астапа бендера вот но в итоге это меняем немножко сломала там эта ситуация такой открыватель некий да 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 почему мы с да почему мы вот сработались очень по фестивалю лафы с пафосом свое время потому что вот он мы с ним вместе как дополнение друг другу в плане организации мероприятий я собираю всю мозаику запустая просто вот кашу стопор варю абсолютно вот вообще можно быть вообще не будет ни денег ничего раз так 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 собрал мозаику раз запустил все пошла волна вот пузырь разнул понимаешь на этот пузырь и уже все пошло начинаются собираться собираться и рома уже включается и все и его ж пошло что-то посерьезнее нужно начать собираться уже вот так и получается большое мероприятие вот все нужно вот уж им рядом в партнерстве именно в деловом был человек который дополняет тебя это всегда очень важно вот если сравнить вот аудиторию которая была та когда вот ты начинал и например вот в последние вот года там сейчас насколько вообще ведь сразу это я думаю сама сейчас все согласятся раньше было так то есть люди были готовы слушать что-то новое мог приехать играть вообще такую чухню как бы да вот что было то играл наш вот реально мы собирались кто там не знаю ребята кто вот сейчас вот со мной там начинаю или были рядом понимает это было так вот на уровне суши есть хоть какие-то за мне пластинок не хватает одолжи там несколько штук и там посмотрел что-то вроде нормально забрал и на ходу там уже приезжаешь там что-то придумаешь как слушаешь то есть не было денег купить на два часа пластинок первое время ты понимаешь и мы реально друг у друга их стреляли девочка приехала говорит суши дай мне свою сумку с пластинками я думаю она взяла поехала отыграла возвращается вот я говорю ну а что ты там играл то ты хрена то есть ты понимаешь вот на этом уровне все было дома представить себе техник с 1210 стоял дома это все это ты там вообще бог ты бог просто дома у тебя стыд верта хотя бы один джиминаем пульт не было пионеры это была фантастика то что сейчас был джиминай это было круто и был техник 1210 и вот если у тебя дома хотя бы вот такой набор все то есть это кайф вот и ты приезжаешь играешь всем все на все довольны сети аплодируют сейчас ошибка одного трека один трек ты неправильно ставишь у тебя пустой танцпол вот до чего мы докатились один трек который не вписывается в общую картину миша ты можешь поставить офигенный трек просто они его не знают они тупо не знают ты здесь город участка да вот на сиди да то сейчас проще ты приезжаешь город у тебя в конце всегда в конце папки у тебя все самое новое ты понимаешь что это все просто классно и начинаешь это играть у тебя пустой танцпол а треки классный а он пустой вот игре какой-нибудь там кукуева да то есть это думаю сейчас я людей порадую они не надо что-то их радовал им нужно то что они знают ты берешь вот так вот пол бабки вот так вот назад и начинаешь играть хиты тык-тык-тык ну как бы те клубные хиты допустим два-три года назад там пять лет назад ну это уже прикинуть я никогда и мы сделали с ремикс с мишей один из первых значит попробовали да то есть и я могу сказать что получился неплохой ремикс но в итоге я этот трек сейчас играю без этих капелл без гоноста просто сам бот именно вот здесь очень неплохо кстати качает вот сам конечно это своеобразный то есть когда его начали уже все играть это было невозможно вот успели одни из первых сделать буквально там чине двух недель все он как бы был закрыт для нас то что все на всех дискотеках это страшно но подожди вот не стоя выше сказано возможно вообще получается в принципе диджею то есть мы не говорим конкретно сейчас а тебе в целом да вот для людей для зрителей не изменяя своему вкусу чтобы у тебя был и всегда танцпол то есть ну получается понятное дело что ты вроде как приезжаешь для людей играть но опять же ты же не можешь поставить если нравится гангам стал ну к примеру да а тебе вот пример он ну к примеру просто он не нравился бы да то есть как бы это не нравится честно говоря а мне вообще он не нравится не я понял да ну то есть вот вообще как грамотно выходить из таких ситуаций что вроде ты приезжаешь с классным материалом да не то же время вот люди хотят хитов а у тебя этих и ты например не нравится как вот себе не изменяйте тоже время чтобы это вполне пустой но кем-нем мне вообще марта время кстати очень дельный совет дал потому что когда я переходил с винила меня не было никогда проблем я материал знал я могу сейчас подойти вот у меня стоит там пластинка не знаю там около тысячи наверно дома до сих пор да я могу подойти пластинки вот такую взять увидеть название увидеть ее лукан картинку да и мне в голове начнет играть что там на этой пластинке вот настолько то есть да это вот это вот это визуал то есть это было так ты покупаешь пластинок 10 допустим да ты хочешь домой начинаешь их слушать слушаешь их день-два чаще ночь я сидел играл там на компьютере допустим и слушал я слушал пока просто уже голова не падала я настолько их до дыр затирал пока я понимал что я когда уже приезжал в куб я узнал что у меня есть я четко понимал что на силу эти треки во первых их практически трудно было найти в интернете это как что было по-другому да то есть винил до последнего на виниле можно было найти совершенно потрясающее творение которые в интернете появлялись только когда уже свинила здесь их переписывали здесь выкидывали там тогда там были какие-то сайты на сиди для меня это мир рухнул потому что во первых огромное количество музыки я совершенно потерялся в я отслушивал не успевал понять что это такое я приезжал в клуб начинал играть трек который мне казалось что он офигенный а он просто разгонял танцпол и для меня по первые полгода это был просто от то есть метр вообще не раскатилась играть я не понимал что вообще делают эти кнопки все удобно но в то же время все не так я не мог подрели полгода привык в итоге я начал выстраивать сет и определенным образом то есть блоками вот марта время как тут не с ним поговорили на этапе он мне говорит те надо играть вот вот самые любимые треки его перейти на это что вот все самые любимые треки свои ты будут собрать играть потому что в основном были гастроли не было резиденции которые не 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 тогда не именно самый любимый треки вот самое самое любимое свое вот это на какое то несколько не спасло потому что акад så же свои 3 и там часть материала уже своего играли то немножко вообще по-другому все вот последние года два три я стараюсь вообще не играть. Я играл только то, что мы писали, то есть там часть материала старого, часть материала в основном материал, который мы писали с Мишей. Сегодня я, если приеду в клуб, я буду играть то, что мы писали, начиная вот там 3 года назад, 2 года назад. Почему? Потому что какой-то сумасшедшей такой вот раскрутки этих треков не было. Да, они везде на всех порталах побывали, но с точки зрения аудитории это капля в море. Поэтому я могу играть там то, что мы написали 3 года назад, 2 года назад, там год назад. Приезжаешь и каждый раз тебе говорят, слушай, мы практически ничего не слышали, но очень круто и типа по-другому звучит. Вот все. И получается, что вот сегодня у меня как бы как артиста уже своя программа. Вот то, чего добивались очень многие годы. И каждый трек он танцевален по-своему и он не обламывает аудиторию. Вот это вот то, чего добивались очень долго. Сейчас вообще фишка, да, получается, играть именно больше. Потому что вот даже разговаривал с промоутерами, да, ну вот сами диджей, вот гости до тебя. Многие рассказывают, что диджей приезжает и по сути дела играют практически там одно и то же. Да. Что и местные резиденты, то есть мы говорим там о других городах, там Немаску. Поэтому сейчас вот многие вот как делают вот своей фишкой, что вот играют вот свои на произведения, рениксы, то есть такое. Да, только проблема в том, что раньше танцевальности было меньше. Сейчас танцевальности больше. Люди научились писать. Если они не заморачиваются и понимают, что им нужна программа, потому что тиджей все-таки уже перерастает в такую категорию как артист, что им нужна программа, то соответственно идет где-то похожий грув, который тащат и люди просто меняют свою акапеллу. Высший пилотаж, конечно, это когда вот эти акапеллы твои. Да, когда спят, спят это твои песни, это там, то есть, но это все деньги, понимаешь, какой момент. Вот мы на серьезную тему начали разговаривать. Сейчас проблема такая, монетизация этого процесса. 15 лет назад его можно было легко монетизировать, потому что выступать, то есть платили хороший гонорар, собственно говоря. то есть я выделывался там, мне звонили, я говорил там 30 тысяч за выезд из Москвы, и это был минимум. Да, там были 25, да, и пятнашки были, все было там, были знакомые, какие-то постоянные приглашения. Но меньше тридцатки, то есть там, в лучшем случае, это край, край был 25. Не встал с кровати, да, давайте сеять. Да, и были какие-то, то есть, ну, это были периоды, когда казалось, что это все будет надолго. Потом очень быстро все поменялось. Скорость такая, мы, мое поколение, мы не успеваем за этой скоростью, не успели за ней. Многие, многие из моего поколения тупо сейчас сидят на студии, говорят, мы не хотим выступать, вот мы пишем, приходите, хотите, мы вам будем писать, платите нам деньги, прыгайте там, скачите, мы хотим сидеть на студии. потому что, ну, какая-то определенная усталость, уже не устали обламываться. Когда ты выдаешь, там, определенное количество треков, и раньше мы понимали, что такую музыку, которую вот сегодня мы можем выдавать, она, в принципе, сопоставима с европейской. Мы хотим отдачи, мы хотим, чтобы нам платили за наше выступление, чтобы люди ходили на нас. А люди на нас не ходят, люди ходят нажраться, люди ходят побухать, люди ходят потанцевать. Я полностью согласен с Катриной Весной, которую я посмотрел в интервью. Я с ней полностью согласен. Люди ходят, значит, сейчас в клубе, в клубы бухать. Они не ходят. То есть, мы, как артисты, неинтересны. Но, почему интересен Смэш? Потому что, он именно артист. То есть, мы, как диджеи, неинтересны. Но, если бы мы были артистами, диджеями, мы становимся интересными. Для этого нужно, очень просто, ничего сложного. Я сейчас объясню. И всем, у кого иллюзии. Первое. Пишите свои треки. Снимайте на них клипы. Продвигайте их, как артисты продвигают их. Пишите музыку. даже если она андеграундная, она должна быть на грани андеграунда и коммерции. Потому что, сейчас очень много абсолютно андеграундных треков с красивым бокалом, которые просто становятся тупо попсой. Когда они будут, если посмотреть на коммерческие радиостанции, 50% это дип. Кто мог представить, еще года два назад, что дип будет коммерческий? Это просто, это, разбудите меня ночью, скажите мне, 5 лет назад, чтобы дип будет играть на Европе Плюс. Или можно говорить о радиостанции? Ничего слышно? Ну, вот. То есть, я бы сказал, ребят, вычищу меня. Давай. А я тебе больше могу сказать, скоро мне не удивлюсь, минимал будет. И будут говорить, он минимал играет. Ну, кстати, идет к тому, мы тоже вот общались, что... Сейчас тег, сейчас говорят тег. Тег, да? А тег коммерческий, офигительный на самом деле. Просто офигительный. Только надо уметь его делать офигительно. певица. Сейчас не вспомню. Несколько песен она выдала, абсолютно вот они, полуформату, они таковые. Но они были настолько сделаны попсово, что все крутили. Как же? Да, да, да. Известная очень девочка. Ну... Не вспомню. Не вспомню. Она так, бывший советский республик. Что-то такое-то. Вот. А это для чего? не берегите, а на грани для чего? Чтобы охватить больше аудитории? То есть, она вроде не андеграмм, и не попса. И вот посередине ты охватываешь и тех, и других. Что ты хочешь? Ты хочешь денег или ты хочешь играть в маленьких клубах? Все очень просто. У меня все в этом плане, я уже, то есть, у меня все жестко. Я все говорю, там некоторые люди спрашивают, я говорю сразу, что вы хотите? Вы хотите зарабатывать? Есть правила рынка. Да, если вы хотите зарабатывать в андеграунде, то вам нужны состояния, грубо говоря, сопоставимые с диджеями андеграунда. Вот история, допустим, того же Денис Эя. Мне очень интересно всегда, я бы с удовольствием посмотрел бы фильм с нуля, как он все это, ну вот, как он это все проходил, допустим, да, то есть, человек подошел к этому очень серьезно. И он за несколько лет добился определенных результатов. Что-то не получилось, а что-то получилось. Но в итоге у него мировой статус, мировое имя. если вы хотите... У него некая хватка воедино, и у него хватка такая бизнесмена есть, да, сто процентов. И вот соединилась любовь к музыке, то есть, и у него вот это вот все и дало, то есть, ну, и возможности непосредственно у него от бизнеса, который у него есть. Это все понятно, но главное это результат. Нет, не-не-не, не говорю, что это... Когда человек играет, он играет настолько некоммерческую музыку, собирая огромную аудиторию, да, то есть, и... То есть, он для этого... То есть, если ты хочешь быть в андеграунде коммерческим, то есть, зрение монетизации, да, готовься к тому, что тебе придется вложить в это денег в 10 раз больше, чем если ты коммерческий. Потому что андеграунд это вот, а коммерция, извините, это вот. И это было всегда. И ты должен для себя понимать. Допустим, да, я, ну, никогда не играл там, ремиксы русские. Для меня это было табу. Я как виниловый диджей, для меня это всегда было табу. Писать, да, я несколько написал. Да, то есть, мы работали с там, и с Мартом, мы что-то пытались, там, но мы очень быстро, у нас это не понравилось. Вот, с хитрецом, с Лешей, мы несколько сделали, там, да, с замом, несколько сделали. Но в итоге, в основном, все равно, и писать, пытались сами, и писали, мы в основном пытались, чтобы это был английский язык. То есть, потому что все время, хотели, чтобы все-таки это звучало, и не только в России. Но по факту, то есть, все намного сложнее. Все намного сложнее. И здесь просто, вот, для ребят, кто сейчас пытается, испытывает иллюзии, вот, иллюзий быть не должно. Чтобы научиться монетизировать этот процесс, и зарабатывать на этом, и зарабатывать, и жить этим, нужно четко для себя понимать, да, если ты готов постоянно быть в состоянии какой-то подпитки извне, если у тебя есть такая возможность, да, если ты хочешь этим зарабатывать, кормить там себя, там, ездить, тусоваться, иметь деньги карманные, нормальные, да, то есть, это только коммерческий вариант. И то сейчас, даже в наше время, это уже очень сложно, потому что, рынок, по сути, рухнул. Вот, что будет дальше, вообще никто не знает. Вообще, все, что сейчас происходит, как ты считаешь, это идет к лучшему, вот, во всем нашей клубной культуре? Или, наоборот? То есть, ну, сейчас получается, там, тот же самый, за счет интернета, каждый, вот, о чем мы говорим, то есть, там, уже одни и те же, там, треки слышно, за счет интернета, там, каждый может, одни и те же, треки скачать, там, Shazam, вообще можно, там, услышать любой трек, там, в чужом миксе, за Shazam, и вот, да, все, и пропало, все. Нету эксклюзива, изюминок нету. Что дальше, вот, по-двоему, что вообще дальше? То есть, это, что, вот этот пузырь, он лопнет, и, что-то откроется, там, хорошее, либо, вот, это, вообще, знаешь, там, потому, что у меня просто в памяти сидит, что вот я понимал, что, во-первых, это дорогая история, то есть, я помню, что винил тогда себе позволить не все могли, когда вот я в 26-27 лет вернулся в профессию уже серьезно, и начал прям очень много выступать, я первые три года, или четыре, я выступал только на виниле, для меня был просто за, и даже вот, там, мне довелось летать в Нью-Йорк, это оказалось совершенно коммерческое выступление, как оказалось, я там их просто вынудил, я когда приехал и сказал, что они в нуле, я пошутил, я приехал в Нью-Йорк с пластинками, реально, ну вот так вот, и это принципиальное было решение, вот, но те люди, которые тогда надо мной смеялись, они подходили и переписывали название пластинок, потому что практически полно треков, они не могли понять, где я беру эти ремиксы, мои ремиксы писали, потом резали их на треки, и играли, то, что вот я сыграл в клубе, понимаешь, и вот сколько мне не говорили, что ты просто слонопотам какой-то, ты там этот мастодонт, ты, вообще все уже давно на цифре, нафига тебе это надо, я говорю, ребят, это мое, не листика, я люблю вот это, вот, и параллельно со мной, Катеринец, она тогда играла на виниле, кстати, мы с ней пересекались, я помню, я так смотрел, думаю, молодец, молодец, до последнего она держала тоже эту линию с виньем, это нравится людям, это вот это ремесло, вот это вот руками работаешь, понимаешь, а сейчас, что мы делаем? Сейчас посмешали просто, ну, не сейчас, где-то пару лет назад, там, топли с диджеем, сейчас как-то вот диджеем, это вообще все, это тема, наверное, возможно, что эта профессия диджеем, она как-то обесценилась, и превратилась в тому, что просто чел там из серии стоит, что-то нажимает кнопки, там, как это, где-то, любой может стать диджеем, там, и сериал, все, программа сводит, все сама, слушай, он, вот, в айфоне программа, она сама сводит, понимаешь, все, и дело не в сведении, это все фигня уже, сейчас, сейчас, ну, люди приходят в клуб, в России, выпить, и закусить, снять девчонку, познакомиться, там, да, или девчонки сейчас уже снимают, парни, я уже запутался, я уже не знаю, кто кого снимает, уже, мне кажется, что наоборот уже, вот, уже приходил, там, я давно просто так вот, ну, не ходил именно в клуб, чтобы потусоваться, но это, мне такое ощущение, что именно так, и, значит, сегодня, единственный способ быть востребованным, и популярным, и зарабатывать на этом деньги, это, как я уже говорил, да, это надо переквалифицироваться в артиста, и продвигаться, как продвигаются европейские звезды, потому что, Ван Бюрен, это диджей, это диджей-артист, поэтому у него каждая песня клип, каждая песня клип, да, то, что ты как раз перечислил, вот клип должен быть, да, набор тот же самый должен быть, да, вот, при том, что, то есть, это, ну, готовьтесь к тому, что это, в общем, вложение денег, вот, не умеете писать, огромное количество ребят, которые очень хорошо научились писать, тот же Март, тот же Хитрец, тот же Фессун, там, о котором ты упоминал, да, то есть, очень много людей, которые готовы, в принципе, писать, грубо говоря, зарабатывать на этом деньги, то есть, я думаю, и я еще многих не назвал, очень много, то есть, народу, кто пишет, там, совершенно гениальный Миша, зам, который просто в глубинке, в общем, сам все освоил, сам все сделал, сам научился, и, в общем, могу сказать, что парень в тренде, абсолютно, и был, и есть, и будет, и что он еще выдаст, я думаю, что еще всех за пояс заткнет, там, не знаю, будет ли он замом, или он будет еще кем-то, мы говорим как раз, то есть, все очень научились, то есть, ну, как мы с Мартом начинали, я помню, то есть, то, что сейчас Март, это вообще два разных человека, и два разных уровня, то есть, ну, Март, это просто вообще, это мировой уровень сегодня, то есть, ну, а как это выражается с точки зрения той же монетизации, с точки зрения того же комфорта, это уже у каждого свое, у каждого свои берлоги сидит, вот эта проблема, на самом деле, всегда была у наших российских музыкантов, что мы никогда не делились, между собой всегда вот это это на самом деле очень мешало нашему развитию тот шоу-бизнес этот джейнг клубный мир европы он более открытый более более добрый с точки зрения вот информации потому что вообще то есть это это всегда ощущалось у нас менталитет другой до из-за менталитета просто думаю да часто упоминается в интервью в этот момент что каждый варится в некой своей кастрюле дав каша то есть но как-то мы не поднимали из-за чего ты считаешь все-таки это из-за менталитета но нашего я думаю да у нас мы очень-очень все закрыты и очень все где-то я думаю надо быть добрее надо просто следовать до идти дальше для многих музыка это стало выходом но многие научившись писать ее очень круто пишут именно отказывается то есть вот мне поражает это то есть можно сейчас когда человек получился писать музыку именно на каком-то уровне сейчас открыты все дороги люди уходят в какую-то узконаправленную стезю абсолютно такую полу кафешную пол андеграундную и сидят опять своих норах и совершенно гениально пишут даже вот эти вот песни но их можно слушать в кафешках и можно слушать в машине то есть ты выйдешь на большой танцпол там играет другая музыка понимаешь и вот это меня немножко удивляет я не могу этого понять но быть может просто уважать мнение но на больших если братья большие датки там мировых то есть больших там площадках там что играть там big room какой-нибудь да не каждый себе не каждый как вот тоже любит этот стиль добра если я вот мне в нем вообще не близок не нравится да то есть но возможно может из-за этого просто они переждут когда big room пройдет это волна я бегу вообще никогда не играл когда не понимал стиль сейчас а что сейчас у по сути дела все вот эти известные там что-то по не знаю похоже мне кажется игром и играет все уже не знаю я всегда играл house в разных проявлениях это всегда была такая холосовая музыка и то есть эти хаосу ты сказал ты как раз после того разговора вы четко у меня при переключилась все я просто просто в следующий раз когда я пришел помню дикса магазин диска оксид называлась дикс диска окси да я просто пришел и просто уже пасть вот там когда там ставил драм-н-бэйс еще не да не было драм-н-бэйс там был джангл драм-н-бэйс потом появился я просто просто пошел в хаос и в отдел эти уши начал слушать и помню что все вот уже переключила я больше никогда не играл джангл я его дома слушал мне оказалось что у меня в тот момент вот те пластинки которые у меня были джангл вски они оказались просто классика через 10 лет я помню чувак который ко мне домой пришел который просто фанасила джангл он пришел ко мне домой увидел эти пластинки сказал у тебя это есть винили боже вы просто он как он чуть-чуть ты не понимаешь это же просто потом все переслушала понял что действительно это очень крутая музыка тогда она была очень крутая сейчас я не знаю что драмат быть не могу сказать мне очень нравится то есть интересный стиль то есть я уважаю любые стили кроме габы наверно габы я так и не догнал сверху было я помню вот изначально да ты затронул момент он все-таки для тебя когда ты занимнул занимался там первые шаги что было для тебя музыка тогда и вот сейчас хорби там зарабатывание денег то есть вообще на протяжении твоей карьеры это вот менялась ли он как вот меня с самого начала это было как вот некое вот желание что-то вот кайфовал так принципе это и осталось или уму с возрастом ну вот когда непосредственно там семья и так далее появилась все-таки ты стал это понимать что надо как-то монетизировать как вообще я всегда пытался это монетизировать до самого первого момента я понимал что понимаешь постилка стоила 12 долларов либо ты зарабатываешь либо либо извини должен быть не знаю то есть то есть у тебя вариантов не было да то есть но и вы поэтому мы все время одолжили пластинки друг у друга потому что то есть если бы удалось там первое время поиграть там раз-два в месяц не все это если мы просто вот там что-то я помню школы таскали и приходили вот так в школе лежали пластинки которые финист туда принес значит и это было именно в здании 168фм вот на казакова и там были пластинки для обучения иногда просто приходили вот эти пластинки на которых люди учились полу поцарапанные уже такие знаешь там люди же не первое время учились мы их брали ехали выступали вызвать переходили и самые лучшие конечно оседали у нас в сумках честно если будет смотреть слава извини но было честно было и у всех было это было у всех да то есть брали и потом часть возвращали часть все-таки оседала потому что это было реально дорого слова слова тогда помню сказал что ребят готовьтесь потому что дешево не будет и действительно дешево потому что потом пошли иглы каждая была по 150 до это это сейчас кажется мне сейчас это тоже дорого учиться учетом курса какой-то момент это стало не очень дорого потом стал опять дорого то есть нас время колебаний эти курсов но я помню тогда для меня 18-19 лет это были деньги то есть торф это было очень как бы к нам казалось так что если мы будем зарабатывать 200 долларов за сайт все мы в общем ну да то есть это все причем так нам казалось что это будет так вот а потом оказалось что ну там 50 долларов это круто за сет и не все их платили на 100 долларов платили то есть уже уже тем кто с именем слушай ну вот подожди все равно как думаешь из-за чего вообще вот все так произошло все таки тогда вот ценность была держа больше камеры доступность интернета мы с мартом два или три года не помню мы с ним покупали синтезаторы примочки каждую примочку нам казалось вот мы убрали вот она приходила он стоил там от 700 800 до там полутора тысяч долларов покупал кого-то будет примочку которая должна была сделать чтобы звук был именно такой сочный какой он должен быть мы и приносили на какой-то мой вот на какой-то долю наши треки становились лучше но это не решало проблем буквально через две недели марта 5 сидел говорил все фигня это не работает все не так тогда то есть мира то есть это все это все вот вот не было информации вообще то есть все приходилось вот так вот там раз лёха хитрец написал какой-то трек поперлись к лёхе смотреть как у него это получилось понимаешь что приехали к нему сиди сидели смотрели он просто то есть ну там пытались понять как это все происходит потом потом он к нам там что-то там то есть это вот какие-то вот были общения то есть все как-то потихоньку что-то у кого-то получалось очень очень часто получалось случайно очень часто у многих получалось и у нас тоже получалось случайно с точки зрения сделали раз круто там да написали какой-то кусочек трек раз все звонят горит при ребят офигенный просто лет мацели обвала написали мучились там два три не три недели не могли сделать сделали вроде как нравится люди раз и не восприняли новичкам не новичкам кто там уже давно там держит пишет музыку твой совет ну именно твоем опыте который до одному лучше либо в команде как-то все быстрее происходит по-разному есть одиночки есть люди которые в команде в команде ну я всегда человек в команде потому что я больше я музыка я больше музыкант мне больше нравится сочинять мелодии еще что то я то есть и мне интересно вот прийти там наиграть собрать вот и потом уже это такая работа уже именно звукорежиссера да то есть потому что я творец именно творю с точки зрения это приходит ко мне вот я как проводить откуда вдохновение это я щас метро и вот ящик метро последнем все пишу там тоже касается допустим песенных моментов у меня то есть я еду всем больше на машине любви ездить но бывает метро спускает все я пока вот могу доехать от станции до станции я чуть напишу мне все в айфоне все в телефоне я все в нем пишу и это для меня стало и печатная машинка и проводник все приходит то есть и черпаешь энергии от окружающего мира да я да я черпаю от людей истории фильмы смотрю всякие да то есть оттуда бывает что приходит вся мы все мое вдохновение от каких-то историй событий на чувство человек может мне рассказать какую-то историю искать суши у него там девушка меня бросила я могу написать придет там где вы парень скажет или там друг там были там девушка скажет там у меня все хорошо там я могу с этого что-то взять я эмоции снимают это дает мне вот эти вот энергию а свободное время как у нас слушаешь какой-то в машине когда я последнее время очень внимательно отслушиваю то что сейчас играется в эфире радиостанции анализируя это с точки зрения как это звучит когда подается да то есть гармонически как какие-то ходы ищу да то есть я просто стиле которые сам пустили да да я смотрю какие тренды да я заранее пытаюсь понять что будет дальше потому что на самом деле одно дело повторять пытаться тренды другое дело искать эти тренды и находить то что тренды они случайно через все получаются то есть никто то есть раз и что-то вот выпустил получилось вот допустим вот этот вот товарищ который сделал pan americano да то есть никто мог подумать что такое будет чувак сделал то есть все то есть стиль музыки понимаешь да pan americano это стиль это уже не трек кто мог подумать это случайность это никогда не это не бывает специально то есть по-твоему заранее успешность трека не предугадать пока его не проверишь на публике ну наверное есть есть такие люди которые всегда пишут хиты это потому что музыка это все-таки математика из люди которые очень хорошо понимают и у них все по кругу если проанализировать их там 10-15 лет того что они пишут а ты понимаешь что это все на одних аккордах но разные подачи и разные звука это сейчас это сейчас аранжировщик бог маржировщик чек который умеет аранжировать умеет придумывать он бог потому что все на 7 нот никуда не денешься все одно и то же понимаешь сделать так что ты поешь на одной ноте трек и он становится хитом это на 2 это надо понимать но и тем не менее все равно из этой вот кучи вот этих придумок все равно единицы становятся хитами которые потом все играют и переремикшируют и так далее очень часто муссируется вообще вопрос там на форумах на сайтах вообще везде и мне кажется он будет еще сто лет муссироваться воду важности музыкального образования ну слушай мне не хватает вот я то что не закончил мне правда не хватает я сейчас конечно пую более сейчас понабрался там работаю с музыкантами именно но мне не хватает я сейчас даже то есть но я хочу сейчас гитарку освоить да я думаю сейчас планирую купить себе гитару я просто всегда клавиши а сейчас понимаю что хочется гитарку вот и то есть них вообще музыкальное образование она только помогает только помогает она но очень часто вот российское музыкальное образование но очень часто мозг меняет настолько что люди вообще ну не в ту сторону да то есть но мне было бы легче если бы не было музыкальное образование честно говоря поэтому если есть возможность я всем советую хоть как-то его но хотя бы в любом случае учиться этому и понимать, чтобы с музыкантами говорить на одном языке, потому что сейчас все уже по-другому. 10 лет назад в принципе казалось, что это нафиг не надо. И сейчас, может быть, это нафиг не надо. Особенно последний лоджик просто там... То есть можно программой все записать. Да, но если у тебя в голове есть музыкальное образование хоть какое-то, ты работаешь просто на порядок быстрее и легче. У тебя понимание, другой процесс. И мне вот, допустим, музыкального образования в классическом варианте мне не хватает и не хватало. И это для меня пробел. Я это абсолютно признаю. Всегда есть основа. Главное, чтобы эта основа не переклинила тебе мозг. Потому что люди, которые говорят, что джаз это единственная музыка и все остальное полное Г, я с этими людьми улыбаюсь. Я раньше спорил, сейчас я улыбаюсь, говорю, ну да. Сейчас что-то про джаз вообще прям все слетели с катушек. Везде про этот джаз. Ну, слушай, потому что видимо... Да, я не удивлюсь. Причем, кстати, и каждое интервью. Я общаюсь, а в интервью всплывает, все равно где-то что-то кто-то говорит про джаз. Не, ну если завтра молодежь переключится на джаз, для меня будет это... Я пойду отдыхать на острова. Я буду ждать, пока закончится. Я джаз, это... Я, к сожалению, этого уровня не достиг. Я джаз... Что вам вообще нравится? Что-то нравится. Мне нравится, как черный джаз играют. Слушай, вот я слушаю, как играют черный джаз, наши так играть не умеют. Я каждый раз... Знаешь, такое ощущение, что это пародия на джаз. Я практически не слышал, как наши играют джаз. Потому что я вот несколько раз слушал, как играют черные, вот именно вот американские вот эти вот черные ребята, вот они играют джаз. И те, кто вот старые записи вот этих всех ребят старых, вот этих вот, таких вот, которые вот эти вот... То есть вот этот джаз. Вот то, что я слушаю, когда наши джаз играют, я каждый раз не могу понять, чего не хватает. Я не знаю, чего не хватает. Я не воспринимаю. Чего-то не хватает. Вот все-таки эта музыка, она такая, ее надо уметь играть, ее надо уметь чувствовать. Я вот, честно говоря, я не помню, что мне понравилось, чтобы кто-то вот из России играл джаз, так как вот я услышал, потому что когда я услышал, как эти ребята его играли, они мало того, что они играли, они вот двигались, они жили. Это был вот, ну и вот эти вот синкопы джазовые, они вот, они вот эти вот... Просто я сидел час, вот с такой вот... Вот так, я забыл выпить пиво, которое у меня передо мной стояло. Я сидел, и я понял, вот это да, это уровень. Ну они проживают прямо вот в этом. Они живут, все. И когда выходит наш такой почтенный джаз-мэн старый, он начинает что-то играть, я сижу, и начинаю... Все. У меня всегда на джазе российском... Я всех очень уважаю, я всех очень люблю, все молодцы, но я, чисто мои мои ощущения... Сказали, как есть. Да. Ну вот, я всю музыку люблю, но когда я попадаю на громкий звук и слушаю сочную электронную музыку, все. Я начинаю сразу. У меня она в голове вот так разбирается, сразу я сижу, кайфую. То есть, вот это... Все-таки я любитель электронной музыки, я все-таки ее люблю. Ты среди своих работ можешь какую-то выделить? Не знаю, либо какую-то выделить, возможно, какие-то там были там переживания, что-то еще там не было, наоборот, что-то такой яркий момент, либо выделить еще, возможно, рассказать какую-то историю, как-то вот необычно там записывали, рэ, хрэ, микс, сейчас очень много уже чего написано. Я могу сказать, что у меня, конечно, для меня период работы с Сережей Мартом, это, конечно, у нас были очень близкие с ним отношения, то есть, мы очень тяжело для нас это все, мы это все вот по крупицам, это все было, и все это непросто. И как бы все заслужили на самом деле тот уровень, который сегодня вот тот же Сережа освоил, да, это все заслужено. Это его постоянная кровотливая работа, ежедневная, он очень такой человек целенаправленный, очень упертый, да, и где-то это минус, где-то это большой плюс, то есть, есть за что уважать человека. Я могу сказать, что вот то, что мы тогда выдавали, вот пытаясь, да, то есть, вот по крупицам, вот я вот это помню, то, что сейчас, это конвейер где-то, да, то есть, у нас как-то все по-другому, не так это все. На поток. Да, то есть, вот именно то время, почему, потому что тогда ничего было непонятно, все было в начале, нас как музыкантов, то есть, тогда было достаточно написать один хороший трек, и все, и прямо это прям скачок был какой-то, да, то есть, вот этот вот, у нас там было два трека, которые очень нас прям, вот мы написали ремикс тогда радиостанции Мегаполис, до этого у нас был Трафберил, случайно написанный, то есть, девочка пришла домой, на английском языке я хорошо говорил, спела песенку, мы его сделали, сразу пошло в ротацию на Мегаполис ФМ, потом туда по Памызде писали гимн, значит, Мегаполис ФМ, который играл на протяжении нескольких лет, каждый день, 12 часов дня, и вот, очень успешно получился ремикс на студию, который мы там перессорились с ним, у нас не получалось, мы один сделали, потом нам сказали не то, мы сделали другой, вот этот из серии, когда знаешь, ты бежишь, опаздываешь на гастроли, и вдруг слышишь, что в палатке играет ремикс твой, вот это началось со студию, вот этот ремикс на студию, где в принципе, ни слова не было спета, Кэти, мы убрали, вообще бокала не было, то есть, весь трек, это гитары от студии, это вот эти наши моменты, и вот каждый, и в итоге, то есть, когда реально ты начинаешь в палатках, слушать, так были палатки, сейчас их нет уже, так были палатки везде, да, и ты постоянно, ты понимаешь, что эта песня, вот все, она пошла, ты приходишь на рынок, она играет в низких палатках, то есть, вот это было, вот это было ощущение, что ты все-таки, блин, все-таки звезда, что-то какая-то, не знаю, то есть, когда ты приезжаешь на гастроли, выходит, говорят, чуваки написали ремикс на студию, и все такие, о, типа, знаешь, и Март сразу запускает ремикс, и все такие, неважно, что ты потом уже играешь, как бы люди услышали хит, вот это было первое понимание, что что-то получилось, оно было, то есть, не сразу, но, это просто все очень тяжело было, потом, вот, то, что я не договорил тогда, сдал-то мне вопрос по поводу, легче, или как-то по-другому, понимаешь, потом, через 2-3 года, после того, как мы собрали эту студию, Apple выпустил этот MacBook Pro, и мир изменился, и студии оказались просто ненужны, по факту, да, то есть, музыку можно было на хорошем качестве, в принципе, писать в компьютере, то есть, да, нужно было там, в принципе, и пульты, все это очень хорошо, но в итоге, эти все синтезаторы, то есть, когда проги начали работать на уровне аналоговых синтезаторов, и можно было музыку делать такую же сочную, как на виниле, и в итоге, так самое интересное, что винил звучит сейчас хуже, чем сегодняшние треки, цифровые, я могу это сказать, я это осознал, когда мне попросили поиграть на виниле, я взял свою старую сумку, собранную годами, там, собранную, спорят, очень много по поводу винил сидит, сейчас были, было какой-то период, начались вечеринки виниловые, я прям кайфанул, причем, мне первый раз, и мне руки дрожали, я приехал, это было так, значит, я приезжаю, у меня дрожат руки, еще жена со мной была, она говорит, что ты дрожишь, я говорю, блин, я не играл, сколько лет-то, это было так, вот я вот, подхожу, начинаю вытаскивать, полоси иглы, раскладывать, вот так все раскладываю, дальше вот так, раз, раз, все свел, 3 секунды, я такой, нормально, они играют вместе, понимаешь, я думаю, ой, все, и понеслось дальше, 2 часа, понимаешь, я просто чуть не плакал, это такой кайф, вот это вот, реально, это все, этого просто не будет, никогда уже, понимаешь, кто это не застал, этот просто не поймет, это все никому не надо уже, сейчас другой мир, ну, это просто вот чистую эмоцию поделился, ну, вот, когда появился Мrealbook Pro, все, да, и очень быстро все поменялось, очень быстро, мы очень быстро осознали, что все то есть надо переходить на майки студия не нужно все можно продавать винил по крайней мере проигрыватели многие дома себя ставят и кайфуют ну да мне стоит дома не стоит я перечкин то есть ну потому что в клубах то понятное дело там это тоже загромождение как бы сейчас клубах конечно сейчас вообще чего с кошкой приехал да 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 сейчас флешки сейчас флешки что будет дальше я не знаю если появится понимаешь нужно шоу и вот винил это было то шоу который вот не хватает сейчас сейчас диджеем нечего делать да никто не узнает что этом делаем приехать микс поставить догадаешься чего там играют я могу приехать реально поставить миф не сделаю так что ты никогда не поверешь я буду сводить я буду работать с эффектами не но это слушай это это я никому в жизни это в страшном сне приснится чтобы тебя запалили с выключенным я бы поэтому у меня были ситуации когда мечет такое предлагали я говорю не надо потому что для человека кто умеет это делать проще сыграть живу как для музыканта проще сыграть живой так для диджея взять и свести и сделать это не проблема это когда ты когда ты уже профессионал профессионал своего дела в этом вопросе то тебе это не нужно ты доброт хочешь показать что-то там будет хочешь сыграть хочешь кого-то удивить тем что ты умеешь да то есть если не умеешь конечно ты придумаешь 10 тысяч отмазок да как наш певец которого приходит приходит он поет он приходите допустим там на эфир допустим ты общаешься ты можешь вот там взять гитару счет спеть он тебе говорит слушай ну ты к мы к хрюму от его гости да ладно ты же так классно поешь вон я слышу эту песню антигрейки да да я не пою просто ну без обработки не буду петь а чё такой вот у меня такой голос я без обработки не пою и ты сидишь и понимаешь что чё-то те чё-то фуфло какое-то ты так ну ладно душ а как вот а я вот ты мне сейчас скажи бжека там ты очень песню свою сыграть и скажу пошли и сейчас сыграю он проявляет и сыграю спою мне хочется тебе показать чё и но ближе почему вот разница поэтому творческий чеку ему все равно он может быть потому что он может мировой звездой быть он будет то вот чек настоящий творческий чек мне кстати все время поразило когда я начал вот общаться с людьми с реальными звездами которые реально можно звездами они когда попадают творческий среду они такие же дети так очень что им не 50 лет не 40 а им вот они такие же пацаны как ты да то есть и у меня это все время потрясло особенно европейские которые с тобой то есть у них никакого вообще нет ни наоборот как у чувствуешь учета можно сделать ой давай ой давай давай слушай давай быстренько чуть накрутим давай тышь и и то есть вот это кайф когда нет возраста его нету все да вот творческие люди я их обожаю всех все потому что нет возраста понимаешь как только человек начинает это начни такой творческий человек если человек начинает стареть начинает из себя что-то строить это все это уже старость это это могила все творческие люди они все такие блин давайте сделаем очень замутим чуть напишем и все вот это в этом кайф да я видел как музыканты с именем, вот так же реагировать. Берут гитары, начинают песни петь, начинают анекдоты тропить. Вот это вот мне нравится, творчество. Потому что я попробовал себя в разных профессиях, мне пришлось... У меня были сейчас трудные времена, я нигде такого не встречал, как в минофорческой среде. Понимаешь? Вот нигде. Поэтому я всем хочу сейчас, вот Новый год скоро, я хочу всем творческим людям пожелать, что независимо от того, что сейчас происходит, держитесь и... Держитесь, потому что, ребят, тяжело, но если вы творцы, творите. И не слушайте никого. Не слушайте никого. Мы можем только творить. Мы можем только создавать, мы можем только вот этим заниматься. Не испытывайте иллюзий. Если вы настоящий творческий человек, вы не сможете заниматься ничем, кроме этого. Занимайтесь этим и жмите до конца, и будет результат. И будет результат. Потому что в этом наша суть, иначе мы не живем. Мы очень быстро стареем, умираем, если мы перестаем заниматься. Подпитка, да, некая? Да. Лучшая подпитка – это зал. Когда ты писал треки, там, ремиксы, семья как-то, ну, интересовалась ли, как-то вот, участвовала, там, например, там, жена, там, в твоем творчестве, или от нее, то есть, поступала, как бы, только мотивация некая? Для любого творческого человека очень важно, чтобы женщина восхищалась его творениями, ей нравилось, что, да, вот так получилось, что я женат на женщине, которая, мало того, что ей вообще нельзя показывать незаконченные треки, процентов 90-е вообще не нравится то, что я делаю. Вообще, она управленец, очень хороший, она работает в ресторанном бизнесе, она, то есть, и я восхищаюсь ее умением, на самом деле, вытаскивать любое заведение из Ж, как говорится, да, у нас очень много с ней моментов с точки зрения таких совпаденческих, там, по числам, по, там, именам, по каким-то моментам, очень много у нас там с ней связано, но в плане, вот, моего творчества, как-то вот, она не стала моей музой, будем говорить так. А музой вообще, вот, у меня было всегда, у меня сколько было муз, который просто, у меня такие всплески были, я мог там за пол, за 2-3 месяца сделать то, что люди там за несколько лет делают. Да, потом раз и все, и потом какое-то затишнее на полгода. Вот, для творческого человека важна муза. Вот она не стала музой, но она стала женой, матерью моей дочери, совершенно очаровательной. Вот. Планы какие у тебя, по-моему, дочери? Естественно, она уже поет, ходит, она мои песни слушает, сразу их переделывает в голове, начинает их по-другому петь, она уже, я чувствую, что слух у нее есть, потому что первое время она жутко фальшивала, сейчас она прям уже все четче, 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 четче. Я смотрю, наблюдая за ней, я понимаю, что это будет мощнее меня, с точки зрения творческий человек. Мощнее в том плане, что если она в 4 года выдает периодически такие складные текстовые формы, я понимаю, что мозг у нее помощнее. Я заранее себя готовлю к тому, что мне надо успеть к тому моменту, когда она будет готова, в принципе, выйти на сцену или что-то делать. творчество, я должен быть готов и прям встать, и прям помогать ей. Вот. Я просто наблюдаю, пока я не лезу. Но она слушает, допустим, какую-то мою песню, все, она с каждой день, она мне начинает рассказывать, она ее запоминает, она ее начинает наприбивать, она анализирует. Дети вообще сейчас, они... Ну да, они... Дети своих родителей все равно. Ну да, вот, очень красивая девочка, очень умная такая. Вот фестиваль Лафыс, да, вот что вообще... Это отдельная тема, это наше детище с Ромой Пафосом. Нас с ним, кстати, Марк познакомил в свое время. Вот. Там разные, можно, то есть, ну, с Ромой разные моменты, у нас с ним много чего не получалось, но вот Лафыс, это то, что вот с ним осталось, и если будет он продолжаться, он будет продолжаться только с ним. То есть, я вообще конинами, на перерыве, я не люблю менять. Поэтому с ним очень четко всегда по Лафызу, мы всегда вместе, мы всегда... То есть, ну, я не знаю, будет ли он дальше, честно, но это 8 лет. 9-й, да, 9-й должен был быть вот летом этого года, да. Просто я его уже... Просто я когда понял, что вот люди вообще не готовы... Во-первых, спонсоры все отпали. Те, кто поддерживал фестиваль, они все, как бы, сказали, что в этом году нет уже. Во-вторых, у меня просто сил не осталось. Такая была зима своеобразная, что у меня просто не было сил. Я попытался, я поехал к своим нашим партнерам насчет агентства насчет по продаже билетов там. Ребята очень много лет нам помогали, поддерживали. Карине тоже вот. Очень спасибо большое. Она себя очень поддерживала. Значит, и... Я приехал к ней и говорю, Карина, скажи мне, как есть. Она говорит, Жека, говорит, даже не лезь. И вообще не лезь. В этом году даже не лезь. Вот переждите этот год, посмотрите, что будет в 16-м. И вот, честно говоря, у меня полное ощущение, что будет еще хуже. И я просто... Дело в том, что первые 4 года мы с Ромой делали фестиваль. Первые 2 фестиваля мы вообще пролетели. То есть, это было... Там такие суммы были хорошие. Там можно было неплохую машину взять. Причем денег своих особо не было много. Все делалось на уровне... Вот я звонил... Мы можем позвонить там и сказать, ребят, дайте нам рекламу на 200 тысяч, мы вам потом отдадим. И за счет того, что все друг друга знают, есть определенная репутация, это все прокатывало. Ну, так вот. То есть, мы реально отдавали. Мы там... Мы как мы отдавали? Мы сделали фестиваль, ушли в минус. А тут же сделали второй. Сравняли этот. Минус в ноль. Сделали третий, чуть ушли в плюс. Вот так выжили. Если бы мы его так не сделали, не знаем, что было. Но все это было на уровне авантюризма. Но сработало. Четвертый вообще шикарный получился. А почему? А потому что мы немножко сделали его... Просто, когда весной ко мне пришел, мы же там на третьем попали. Не сильно, но попали. На четвертый мне Леха Хитрец говорит, Женя, а что с Лафизом? Ну, там, апрель месяц. Я говорю, слушай, ну... Он мне говорит, я ничего не знаю. У меня люди отстали. Все звонят, хотят Лафиз. Должен быть. И говорит, позвонила, говорит, девочка одна. Говорит, Женя, сколько стоит танцпол? И тут у меня щелкнуло в голове. Я, короче, за две недели продал все танцпола нахрен. И мне хватило этой суммы, чтобы запустить рекламную кампанию. Вот. И когда я говорю я, ну, это в любом случае, это мы. Я и Пафос. Мы вместе это все делали. Это все наше детище. И либо я буду делать с ним, либо я не буду делать вообще. То есть у меня принципиальная позиция с своими партнерами, я всегда иду до конца. Либо не делать уже, либо делать вместе. Вот. Если у меня будет что-то, что я делал с человеком, который наработал 15 лет, я ему позвоню, я его найду и скажу, я собираюсь восстановить то, что мы делали. Если хочешь, присоединяйся. Скажет нет, нет. Тогда другое дело. Вот. Ясно. В конце каждой передачи я играю с гостями в некую выдуманную игру. Мы как бы, в принципе, на протяжении нашего с тобой разговора затронули многие моменты, но все равно, да, вот подвести некий итог. Эта игра называется Конструктор. Мы берем воображаемую парню и девушку и какими их надо наделить качествами, чтобы они достигли успеха в диджинге. Одинаковые, разные, психологические, внешние и так далее. То есть, ну, то есть, крути как хочешь. Не знаю, я по своей схеме. То есть, первое, да, то есть, ну, я как вижу сегодня, да, если я понимаю, ко мне, допустим, ну, он говорит, можно сказать про себя, допустим. Вот если я сейчас тебе говорю, что я хочу, допустим, выйти на уровень диджея, который там стоит, грубо говоря, там, хотя бы сотку за выступление, да, и чтобы мне звонили, меня приглашали, и не только в России. Первое, это продакшн, то есть, свой трек, сделанный по канонам именно коммерческой музыки, то есть, чтобы это был коммерческий трек с красивым вокалом, желательно женским, можно мужским, но желательно женским. Мое мнение, я начал бы с женского вокала. Красивая певица, значит, визуализация, то есть, красивый клип, пару миллионов рублей на продвижение, не меньше. Меньше просто смысла. То есть, ну, где-то трек должен стоить где-то около двух миллионов рублей, плюс-минут. Можно там дешевле, можно дороже. Просто это будет, то есть, с нуля, если ты начинаешь проект, меньше просто нет смысла. Можно за миллион, можно за полмиллиона. Ну, это как бы, причем, это суммы такие, они на самом деле больше к курсу 30-40. Курсу сейчас, в два раза больше. сейчас, сейчас, может быть, 3 миллиона рублей, может быть, даже дешевле. как бы, то есть, почему, почему 2 миллиона? Потому что, ну, клип меньше, чем за полмиллиона снимать нет смысла. Вот. 5 тысяч долларов, все по нашему курсу, это сколько у нас сейчас, даже не могу даже. где-то 5-6 тысяч долларов, это YouTube, прокачка этого клипа. Дальше, значит, пиар, минимум, квартальный пиар, это постоянная работа пиарщиков, постоянный, то есть, ты должен быть во всех программах, ты должен приходить с этой певицей, везде петь эту песню, везде пиариться, везде, то есть, просто, это постоянная работа, это просто, ты вот там просыпаешься, селфи, там, там, да, ты едешь куда-то, там, спортзал селфи, это, это на самом деле, это на любителя, это честно тебе могу сказать. Я вот сейчас начинаю играть, я понимаю, что мне, я, наверное, сейчас не хочу этого, мне проще взять кого-то и сделать из него. Ну, как сейчас есть, что люди, желательно за его же деньги. Да, вылетают из вот такой реальной жизни, и больше переходят на эти вот селфи, там, Абсолютно. Всякие там компьютеры, там, и так далее. Абсолютно, абсолютно. Вот, и, да, и, грубо говоря, нужно минимум три трека для начала, и готовый альбом, который дополняет уже эти три трека в этом альбоме, да, то есть, плюс, если выходит сингл, там должно быть минимум 10 ремиксов, из них 5 ремиксов, должны быть желательно европейских звезд. И вот эти 2 миллиона, там все вместе. Так, ты сейчас вообще запугал, походу. Я не запугал, я говорю, как есть, ребята, хотите 10 лет тратить на это, тратьте. Нет денег, вы потратите, может быть, и 20 лет, если вы будете упертыми. Есть реалии. Смотрят, у них, знаешь, вот так просто глаза открыли. Я, я очень прямой человек. А мне приходят теоретические артисты, и говорят, вот знаешь, вот мы там классно поем, вот мы там считаем, мы такие вот сякие, там мы такие вот классные. Я говорю, хорошо, деньги есть? Мне говорят, ну, вообще нет, мы петь умеем. Я говорю, так все умеют, даже я умею. Я могу сейчас, я классно спою, слушай. Сейчас в студии, ты мне все равно скажешь, что ты роковый? Я говорю, я не знаю, я пытался. Момент такой, что сейчас еще проблема в том, что надо еще знать, куда их потратить. Вот профессионал, он знает, куда потратить деньги, чтобы сэкономить. Экономят деньги профессионалы, именно вот те, кто профессионалы, они именно умеют их экономить. Они знают, куда надо вложить, сколько это стоит, потому что люди могут потратить полтора миллиона долларов на проект. Я был свидетелем практически такой ситуации, полтора миллиона евро потратили на проект, и этот проект не знает никто. я делал на неуремикса и не помню, как эту девочку зовут. И заплатили что-то 50 тысяч рублей за неуремикса. Можете себе представить? С Хлёхой Хидрецом делали. Да, то есть, и... Я даже не помню, какую ее зовут. Полтора миллиона евро люди уложили. То есть, все равно, опять же, надо уметь распоряжаться правильниками. Да, надо уметь правильно распоряжаться деньгами. Поэтому мой совет очень простой. Нет денег, да, надо писать. Надо писать, надо делать свои треки и уходить. Ни в коем случае. Ребята, машапы, если вы хотите быть настоящими профессионалами, это не ваш путь. Машапы, это не ваш путь. Это вообще такая... Это вот люди, которые, грубо говоря, ну, не будет результата, короче, с машапами. Ну, не будет того, какой нужно. Не нужно. Во-первых, уважения не будет. Очень важно, все-таки хоть, что... То есть, никакого уважения не будет. Это просто ужас, помните. То, что касается своих треков, вот надо писать свою музыку и свои треки. Но получится у единиц, и может получиться, кстати, с антеграундной музыкой, она может получиться. Но как только получится, вы поймете, что вы стали попсой. Это парадокс. Да, вот сколько было треков известных, которые делались как клубные треки, как только эти треки у всех начинали звучать по радиостанциям, это стало попсой. Это никуда не действует. Даже если это будет минимал. Если вы сделаете минимал, который начнет звучать на Европе Плюс, вы попсовый диджей, который пишете попсовый минимал. Главное делать. Вы можете написать полную херню, и до херня станет хитом на весь мир. И вы заработаете свой, черт возьми, миллион долларов. Тогда звоните мне, и мы напьемся в честь этого дела, за ваш счет, естественно. Вот, и поэтому я говорю, я всем желаю удачи, не испытывайте иллюзий, никого не слушайте, особенно меня, делайте, идите своим путем, бейтесь головой об стену, посылайте всех в хорошем смысле куда подальше, и будьте счастливы. Да, потому что успех придет, а наш успех, это наш кайф, удовольствие от процесса, потому что когда мы творим, мы как сумасшедшие. Вот если ты представляешь, мы как сумасшедшие. Если ты выходишь из-за пульта, и ты не мокрый, значит, ты не отработал. Должен выйти из-за пульта, там будет вода должна оттечь у тебя. Понимаешь? Вот, для меня это вот так вот. Когда я выходил, и просто полчаса сидел, не мог стоять, потому что я напрыгался, наскакался, наорался, у меня там, я два часа просто выжимал из себя все стоки. Вот я понимаю, вот я диджей, я вот отработал, и люди потом говорили, вот чувак вообще, чего он жрет? Чего ты живешь? Я говорю, ничего. А он говорит, так не, ну слушай, невозможно, сколько можно так прыгать? Я говорю, парни, здоровый образ жизни, качайте пресс, бегайте по утрам, вот, не бухайте, и доживете, может быть, хотя бы до 50, с профессией у нас своеобразная, ночная. Поэтому всех с Новым Годом! С Новым Годом! Спасибо, Женя, за прекрасное общение, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Зур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова